В этом уроке я расскажу о типах линий. Есть несколько типов линий. Вот основные типы. У каждого основного типа есть вот здесь свой значок, чтобы через него можно было пропускать. Основной тип это кривая. Через этот нот можно пропустить любую линию. Хоть это отрезок, хоть окружность, хоть дуга, хоть прямоугольник. Это универсальный тип данных. А все остальные уже более специализированные. В некоторых нотах на входе нужно задать просто кривую, то есть любой тип линии. А в некоторых нужно какой-то особый тип. Сейчас покажу, чем отличаются разные типы линий. Сначала создам 4 точки и каждую задам здесь для удобства. Вот у нас сейчас 4 точки. Сделаю все белым. Самый простой тип это отрезок. Вот он во вкладке Curve в группе Primitive простейший тип линии. Вопрос из двух точек. Соединяет две точки. И вот здесь в списке пишется тип линии. Line и длина ее пишется для отрезка. Ну и еще во вкладке Curve в группе Primitive есть такие обычные типы линий. Типа там дуга, окружность. Вот можно окружность по трем точкам. Вот у нее тип линии. Пишется сразу окружность ее радиус пишется. Дуга это уже другой тип линии. Вот дуга. Тут тоже пишется. Уже пишется он арка. Ну и еще есть примитивы прямоугольник. Вот можно прямоугольник по двум точкам построить. точка A точка B и пишется здесь прямоугольник и его ширина и длина. С примитивами ничего сложного. Это интуитивно понятно. Во всех других программах есть эти примитивы. Поэтому гораздо интереснее, сложнее и менее очевидно различия в типах кривых. кривые бывают тоже разные. Хотя для них один нот Curve но они по названию в списке они отличаются. Вот сейчас я скопировал эти точки и сейчас по ним буду строить разные кривые. например есть поле линии это не совсем кривая это ломаная но она тоже отличается. У нее здесь пишется Polyline Polyline Curve и если допустим в каком-то ноде на входе пишется что нужно именно линию то есть line отрезок то туда уже другие типы линии не подойдут. Допустим вот есть пересечение поверхности и линии но есть на входе line тип данных line то есть сюда вот это уже не будет работать красным пишет. Сейчас создам шарик и его попробую пересечь вот он шарик и делаю чтобы он был гладкий не так вот эта точка у нас первая не должно быть вот здесь линии поле линии а здесь вот он сюда не может его сюда не может она попасть вот здесь последний будет красный здесь он пишет ну то есть он не построил ничего здесь пусто потому же здесь требуется отрезок а не поле линии а если мы подключим сюда вот этот вот отрезок то он то нормально все работает вот построились две точки которые как пересечения вот этого отрезка вот этого отрезка с этой сферой ну и чтобы пересечь с линии нужно другой нот вот здесь вот уже пересечения с кривой а не с отрезком здесь уже на входе значок кривой стоит то есть сюда любой тип линии может подойти вот он уже он строит точки уже пересекает с этой поле линии вот с этой большой поле линии строить с ней пересечения ну тут сразу вопрос возникает зачем делать отдельные два ноды разработчикам краскопера чтобы если вот этот все равно универсальный сюда можно любую кривую а сюда только отрезок зачем вот этот вообще нужен тогда потому что он немного по другому считает во первых он быстрее ну то есть с отрезком если у нас нужно найти пересечение с отрезком то лучше его использовать потому что ну более узко специализированный значит более быстрый вот но во вторых он немножко по другому пересечения находит он вон как находит даже если у нас отрезок не пересекает он у нас физически не пересек форму но он все равно нашел точки пересечения он как бы строит бесконечную линию бесконечную прямую и с ней пересекает но даже здесь во вкладке интерсек есть вот группа математические пересечения и физические пересечения вот этот нод находится во вкладке математические пересечения то есть он по-другому находит пересечения и может вот так продлять до бесконечности а вот этот уже теперь не находит потому что он физическое пересечение находит ну вот для этого нужно два отдельных нода различие то что если написано линию если написано line туда нельзя полилайн это понятно различие этих типов линий нас про другие типы линий скажу это все скрою снова эти скопирую про различие кривых вот самый простой способ построить кривую это вот interpolate нот запроса множество точек такая вот строится кривая сейчас написано планер киров то есть она плоская есть поднять одну точку вверх она будет уже просто киров она уже не будет плоской еще ну и не только планер киров я просто киров чем отличается понятный это важно в некоторых случаях например вот здесь планер серфис он строит поверхность по какой-то по контуру здесь обязательно на входе должна быть плоская замкнутая кривая все тут у нас сейчас мало того что не плоская на еще не замкнутый поэтому нас ничего не строит вот что я пока удалю а потом покажу вот еще какие отличия бывают замкнутость вот можем например сейчас взять вот эту первую точку скопировать и снова сюда вставить теперь у нас к лошадке замкнутая потому что мы нас идет вот из первой точки во вторую в третью в четвертую и опять в первую возвращается и замыкается теперь она замкнутая теперь если здесь отменить перемещение она будет замкнутая плоская по закрытой и плоской линии уже можно построить вот эту поверхность планер серфис вот она строится если мы сейчас одну точку вверх поднимем она уже не может построить потому что теперь уже не клоузит план аркеров а просто плоски дальше еще вот сейчас скопирую вот так это отсоединяю то есть обратно вернулись к четырем точкам можно вот так сделать здесь на входе периодик периодик керф то есть периодическая кривая можно изменить на true и теперь она называется периодик керф ну замкнутая от периоди просто замкнутая от периодической кривой чем отличается но видно внешне то что у замкнутой кривой могут быть изломы как бы здесь вот а у периодической кривой нет изломов она вся гладкая и это может иметь значение например если сделать по кривой кучу таких вот паникулярных плоскостей это пока скрою вот сделать их там больше то они вот здесь он как резко изменяет свое направление эти плоскости кстати размер отображаемый размер плоскости можно менять здесь делаю здесь два раза меньше вот если по этим плоскостям построить например конусы будет лончо такой некрасивый излом будет а вот если по периодической кривой то он будет везде такой нормальный ну вот такой вот внешние различия периодической и просто замкнутой кривой